здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова я рада приветствовать вас на моем канале и сегодня нас ждет очередной разбор почему я сразу схватилась за разбор интервью елены ваенге да потому что сразу в названии этого интервью я увидела ну можно сказать красную тряпку для быка да мне было интересно понять психологию человека который поддерживает данную спецоперацию которая сейчас у нас происходит да и кроме того мне хотелось понять вообще ну кроме кроме того что елена ваенга ну раньше по крайней мере было моей одной из любимых певиц и я думала что там действительно есть какое-то содержание я надеялась что я пойму почему люди которые поддерживают это может быть я что-то недопонимаю поэтому я решила разобраться вот для себя и с вами сейчас поделюсь поэтому сразу прошу прощения у поклонников елены ваенге возможно вас это разочарует возможно как меня в общем-то разочаровала возможно где-то мои оценки где-то мои эмоции могут кого-то из вас оскорбить я сразу прошу прощения но я не знаю смогу ли я сдержаться на некоторых моментах потому что там действительно мне есть что сказать давайте не будем затягивать нашу прелюдию я включаю первый фрагмент и так певицу елену ваенгу в 2008 году интересовала политика я тебе сейчас к я уже все понимаю все просто очень просто и лаконично у меня с этим делом вот кстати вот эти вот оговорочки я почему-то вспомнила шепелева когда он там тоже ксения собчак спрашивала а если сейчас семья жанны попросит и увидеться и он тоже у меня есть абсолютно четкий ответ он перед тем как ответить вот это вот забалтывание она часто применяется людьми для того чтобы ну потому что нет ответа до изначально и вот пока она говорит да у меня есть абсолютно четкий ответ там или прочее бла-бла это простейшая забал забалтывание ночи конечно в плане манипуляций как ни странно она очень даже хорошо это все использовала но знаете вот как то это давайте дальше смотреть да и перед тем как сказать вот это чувство вины посмотрела вверх не потому что она до части конечно же ей надо было найти какие-то образы до которые передать кроме того люди творческой профессии она в данном случае человек творческий да она певица она пишет себе песни а поэтому я предполагаю что она действительно находит ответы в образах поэтому это нормально это не не будем считать это какой-то ложью да или правда и вот не будем сейчас этого ставить каких-то ярлыков просто вот посмотрела вверх и дальше вот это вот вставочка забалтывание чувство вины волосы поправила волосы это сама презентация идем дальше меня вообще никогда не интересовала политика но мои скажем так столкновение с ней вот никогда не интересовала то что я четко понимал вот где где там я точно нихрена не понимаю я очень хорошо готовлю я нихрена не понимать вот видите сначала не было таких эмоций но потом когда уже пошла про готовку да про то что и ближе она включила эмоции и стала уже с эмоциями доносить в общем то это и такая профессиональная фишечка да потому что речь произнесенная с эмоциями лучше воспринимается да поэтому здесь ставим плюсик ей идем дальше в политике как то есть гипноз вот я виду ну то есть смотрите она сейчас нам сказала что в политике она полный 0 запомните эту информацию теперь она рассказывает про свои отношения с шойгу и вот здесь уже сразу работа психолога вы посмотрите сразу пошла переносить ответственность на других меня загипнотизировали мы от таких мужчин то есть встань я встану сядь я сяду и мне нравится попадаешь под такое обаяние сил да я очень да судя потому что ты сказала про владимир владимировича путина я действительно вот я понимаю позицию ты поддерживаешь судя по я повторяюсь что для меня страшный день что если я тебя больше я представляю как я глупо буду выглядеть перед очень многими людьми но я все равно для многих дура но это хитрость опять получается не хочу свободы до конца можно за меня там решат и там сделают смотрите какая инфантильная позиция до инфантильная и причем очень уверенно несет мысль про то что все таки путин правда но меня загипнотизировали пусть за меня все решат то есть такая знаете инфантильный ребенок с лицом взрослой тети перед нами но как-то вот не вяжется и знаете вот дуру такой включает это явно ее но кредо да но вы знаете вот я когда все интервью посмотрела я поняла что это не кредо это к сожалению это натура на ее натура это вот та глубина которую я в ней видела когда мне нравились ее песни это я сама себе придумала понимаете сама все это пофантазировала это просто игра актрисы вообще конечно разочарование полнейшая но да я понимаю она может разбираться в готовке например да но она в политике абсолютный ноль и она об этом говорит но при этом имея аудиторию она агитирует понимаете вот это вот это вообще просто атас надо да дальше многие поведут себя неправильно потому что будет паника потому что каждый будет сам за себя но важно же кто поджег дом то есть условно это же важно да а то что внутри нет справедливости из то или иной стороны жестокость это я думаю что на этот момент мы нам придется перейти на другую тему но я сейчас я скажу для меня поплыла девочка дум поджиг подожгла америка видите как она это сказала не смотрит в глаза с чувством вины челюсть опустила вниз заученная фраза да говорит без эмоций и дом подожгла америка вот они зомби ребята вот они зомби которым внушили что в дом блять извините пожалуйста я никогда не матерюсь но подожгла америка это вообще знаете вот я я когда это услышала у меня просто взорвало изнутри как такое можно говорить вообще ладно идем дальше вот опять вещи я говорю что я я не разбираюсь ничего но для меня так я не читала но я считаю тогда я не знаю ничего но я считаю так но ребят это вообще полнейший абсурд это это такой бред вообще ну хоть бы немножко разобралась вопросе прежде чем обвинять какую-то америку да безусловно там есть какая-то вина но дерется сейчас россия на территории украины ребята кто считает что это америка так почему россия не напала на америку почему за два часа не была побеждена этой америкой может быть ответите мне на этот вопрос меня так и если ко мне в дом лезут я точно не не с белым флагом я начну наверное обороняться о как о как ребят все-таки обороняться то она будет если в ее дом влезут а в дом украинцев можно да значит можно это значит они они не той национальности да кстати национальный вопрос у нее очень часто звучит такой красной нитью проходит вот этот тоже мне очень резанула знаете так неприятно да то есть ко мне в дом придут я буду отстаивать ну вообще вы знаете идеальный вид как зомби вот кто у меня там в комментариях рассказывает мне про то что это америка разожгла ребят вы вот эти вот фантазии свои оставьте где-нибудь при себе если америка виновата то давайте тогда нападайте на америку и получите сразу свои пилюли как называется это в таких случаях не напали на украину это это браво браво да вообще конечно зомби с большой аудитории и пустой башкой это это страшно да и вот мы видим как раз такой пример а вот еще небольшой фрагментик виноват тот кто взял палку и ударил а так все-таки виноват тот кто взял палку и ударил так это россия ребята это россия и при этом смотрит вниз понимает что тут что-то не вяжется ребят вот вот как говорит ребенок который понимает что да он виноват но как-то надо выкручиваться вот перед нами пытается выкрутиться видите смотрит вниз чувство вины сжалась вся проговорила такой скороговорочкой поправила волосы волосы она всегда поправляла в течение всего интервью это неудивительно она человек публичный она актриса и в общем-то сама презентация ей присуща здесь в этом не будем искать искать скрытый смысл мне вот знаете вот больше зацепили вот эти ее содержание ее глубоких мыслей боже мой это это было просто оттаз это был взрыв мозга ребята я не ожидала такой пустоты зловещей вот в этом человеке то мне нравились ее песни но я сейчас настолько разочарована что у меня просто сил нет нет слов высказать это все одни эмоции реально надо кстати вот как она за путина агитировала когда она совершенно не разбирается в политике но все равно свою аудиторию она за путина проголосовала молодец браво думала прошу меня очень многие люди спрашивают по поводу того за кого и за какую партию за какого кандидата вот у меня есть свое мнение я что хочу то и делаю ребенок кстати всегда будет ребенок который вот ведомый да она нам вот в первом ролике вы увидели да вот меня загипнотизировали мне сказали да вот это вот инфантильность а но смотрите какие фишечки она использует да вот я я что хочу то и делаю вот эти вот понты она постоянно мы еще увидим как она там понтами разбрасывается типа я такая вся вот такая да крутая но еще знаете что вот это что хочу то и делаю это чисто детская фраза а и какая игра в простоту вот оделась как простая такая тетенька да вот вот это вот игра в простоту она очень сильно выбивает из ну как сказать нами воспринимается советую искренностью да как как искренность вот это вот она на этом очень классно играет вот это можно сказать залог ее популярности вот в том что она вот как бы такая простая такая как все да может быть где-то с хитрецой может быть ну то есть вот такая вот как как твоя подружка да вот она вот этот образ очень четко эксплуатирует но при этом вот это вот подружка пустейшая понимаете с которой не интересно ни о чем поговорить ничего она тебе не даст она только возьмет ну это это меня уже конечно понесло я прошу прощения ладно это уже мое оценочное суждение ну вот вот это вот игра в простоту сразу отслеживайте когда с вами играют в эту простоту это манипуляция вот в чем вот какая моя мысль была ну простите занесло тому я буду я буду голосовать за премьера министра нынешнего за путина я вообще боюсь перемены видите как она когда говорила она немножко отступила и вообще много страха очень сильно и типа не знаю извините но вот эти вот все оговорочки говорят о ее инфантильной позиции вообще во всем резких пусть она двигается вперед медленными шагами в правильном направлении ну в правильном направлении все это время двигались мы но я не я думаю что да действительно мы правильный курс тогда взяли что сейчас мы находимся именно в этой точке именно в этой спецоперации да именно на наши деньги сейчас происходят все эти убийства да замечательно это просто браво пусть медленно но мы идем в пропасть ребята это с меня 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 бомбит я не могу но мне все-таки интересно было рассмотреть я я понимаю что сейчас на под этим видео вы мне тут начнете меня жизни учить начнете за нее заступаться я понимаю но я должна высказать свое мнение я думаю я буду в комментариях отстаивать свою точку зрения ну если только не найдется тот кто меня сможет переубедить может другой какой-нибудь человек более информированный в комментариях мне что-то такое напишет что я просто скажу и ребята извините я наверное не так что-то понимаю наверное я думаю думала что не надо убивать простых мирных жителей оказывается можно да может быть кто-то меня найдется такой умелицы убедит но я очень сильно в этом сомневаюсь так идем дальше по поводу давайте вернемся все-таки к жестам я эмоции немножко в сторону отодвину давайте вот интересные жесты там были покажу вам первый раз второй раз я уже приехала встречалась с аманом тулеевым вот это вот зона меркурия очень интересная штука вот если с вами разговаривают и кстати она там не только вот зона меркурия она здесь находится она еще и глаза закрывает и вот здесь немножко ну то есть вот это вот вся область это зона ну вообще на лице эта зона меркурия отвечает она за проблемы если человек начинает вот либо здесь тереть либо вот так вот вот здесь вот закрывать глаза вот как сейчас это человек иллюстрирует какие-то проблемы и смотрите вот в контексте того что она рассказывает она как раз и говорит о том что ей вот этот тулеев сказал что ты уже у меня такая проблема ну то есть давайте смотреть он год плен я тебя заранее так не любил ты мне вот так надоело потому что у нас было какое-то совещание и сергей кужебе . привез кассетку сейчас послушаю год мы пять часов твой концерт смотрели ну да какое правительство такие исполнители да такие исполнители такое правильно так я прошу прощения еще раз за мои эмоции адам дальше по поводу бесплатных и и концертов там она просто вот знаете поплыва можешь рассказать как все-таки этот контакт то есть вот что пришел с цветами в общих компаниях встречались и так такая вот ситуация то есть имела какие-то праздники я не вела никогда не имеют округа не вела имя вот здесь у меня как раз пальчик она колечко на пальчики славы нас солнышке да и вот она рассказывает про свое знакомство с шойгу да и деребит вот этот пальчик конечно же шойгу был для нее перспективным человеком который позволил ей достичь что и славы которой она достигла до безусловно это понятно но она же это не может сейчас вот прям озвучивать в том контексте что действительно полезный человек перед ним можно выступить бесплатно да то есть я всегда я никогда ему не отказываю никогда не беру за это деньги но она свела это к любви к родине на самом деле какая любовь к родине ребята ну давайте смотреть дальше вот вот она любовь к родине любовь к славе ребята вот вот слава славой двигала в данном случае стремление нет а я не осуждаю просто как это понятно она актриса ей надо было выходить на большую аудиторию здесь все понятно ну скажи ты просто что да он мне полезен вот по-честному да вот раз ты такую искреннюю играешь да вот искренне скажи да он был полезен да он делает нет я ему выступаю бесплатно зато обо мне узнала вся страна не она вывела такую интересную теорию давайте смотреть был момент когда он год ты можешь прилететь в красноярск это у нас тут там что какой-то был праздник все и ну я ему всегда говорила к вам все и ему очень много часто почему я все время оказывалась на мчс и оборонная вот это вся это бесплатно есть вот это ты сняла с языка и я ему сказала говорю если когда-нибудь в жизни чтобы кто-нибудь он скажет что мне заплатили денег за такую мне говорите игру я не этот можно я хоть что-то сделаю ну это мои отношения и теперь смотрите вот это вот печаль к я на курсе про печаль когда говорю вот у меня курс эмоции да я говорю ребят если перед вами включают эмоцию печальки напрягите свою пятую точку и подумайте зачем это делают это женщины часто используют для того чтобы вас разжалобить ну это чаще всего конечно мы женщины используем вот когда мы включаем эту печальку мы можем все что угодно у кого угодно попросить и нам обязательно это выполнит потому что когда ты видишь человека в печали ты ну автоматически начинаешь пытаться ему помочь потому что но это как бы в нас заложено да если мы видим что кто-то страдает мы какими бы мы мерзавцами не были там или там я не знаю кем угодно но все равно в нас включается вот эта реакция на эмоцию печаль поэтому часто это делают вот у меня я говорила там вот на курсе но еще раз скажу у меня подружка одна была которая вот ходила у нас дети были ну она с коляской я тоже с коляской и вот она ходила по поселку мы гуляли это это в поселке было и она со всеми знакомилась и с этой эмоции печали в итоге знаете она со всеми там подружилась и она даже нашла себе она искала себе жилье она нашла себе такой удобный вариант вообще вот если бы она по-другому как-то вряд ли бы она нашла она вот именно с помощью печали она там с кем-то подружилась с кем-то пришла поговорила и вот все вот с этой эмоции печали боже это такой знаете вот я сейчас когда вижу я включаю думаю чё чё ей от меня надо и что-то надо явно и вот здесь вот смотрите вот с этой эмоции печали типа достучаться до вас вы же должны понять что я же я же от чистого сердца вот эта игра в искренность это такая вообще фальшь фальшь безумная и вот эмоцию в печали как она натянула на себя это просто а то ли мою отношению я тоже почему я сейчас вот обведу себя как будто я оправдываюсь вот у меня есть это сейчас внутри все вот это у меня все воеву неудивительно неудивительно потому что совесть все-таки есть у человека понимаете совестью можно договориться но все равно она будет давить изнутри и она действительно ее поддавливает и действительно ей стыдно ей реально стыдно дедушки бабушки бабушки блокадница где дедушка пробивал дед прадед танкист всего там военные у нас главные праздники в году это пасха рождество девятое мая потом все дни рождения у нас новый год так не празднуется поэтому я выросла в этом я к этому привыкла поэтому хоть что-то я не обсуждаю не осуждаю и не залезаю глубоко но можно мне что-нибудь то есть я не вояка можно что-нибудь для родина в таком хотя бы то есть я все что умею это петь и простите я хоть что-нибудь для родины ну хороший вклад для родины да действительно для ребята вот вот эти вот подмены понятий не верьте не верьте особенно когда с вот с такой печалькой с такими наигранными вот этими всякими и отвращение и все вот играет играет перед нами актрисулька на самом деле четко понятно выстроенный план шойгу дал ей дорогу к публике вот и все и не надо тут не рассказывать про любовь к родине не езжу я не работаю бесплатно а так все-таки не работаю бесплатно ребят так все-таки шойгу бесплатно да а вот здесь я не работаю бесплатно до людьми которых я не знаю потому что нашла ответ с кем она не работает видите вот всегда под это если человеку хочется найти оправдание он всегда найдет да с людьми которых я не знаю а познакомиться их их узнать а зачем у меня же есть шойгу в общем-то он не все дороги открыл кто мне еще нужен но если только какой-нибудь президент мира адам то что такое бесплатно работать с людьми с которыми я знаю очень хорошо знаю я как бы это отвечаю за базар и и умею это делать очень часто но в этом смысле такая горделивая девица а неужели условно подростковые какие-то высказывания это просто оттас сидит вот перед нами тетенька и начинает вот эти вот всякие полу бандитские вы наде подростковые я горделивая девица это просто я сидела и не могла понять что это просто оттас оттас и меня меня просто не ну ладно вот если бы просто да там продвижение все можно понять да на человек публичный ей очень важна была аудитория и здесь вот чуть-чуть такие вот подмены понятий это можно простить ребят но нельзя простить другое то что ну мы подойдем еще давайте дальше ну я же тебе говорю я не могу ничего бы это я его люблю тогда же тогда был у меня кстати где-то у нас но да это тоже бьет в сердце женской аудитории да вот типа я я его люблю да ну то есть мы мы женщины дамы часто любим просто так там и да все люди любят просто так да и вот она смотрите как она четко так забросила такую удочку чтобы мы все ее поняли да я его просто любил я не знаю почему да вот он такой может быть он может быть любой но я его просто люблю и вот это еще одна манипуляция сохранилась по моему когда мне спросили игру подарите мне что-нибудь смысле огромный подарок нужен что и тут я вижу что у них портвейн я буду гореть меня бутылку портвейна то горит только с росписью а вот у меня есть лавровый автограф и и сергей кушу нечего распишитесь бутылки с портвейном и больше чем надо ничего не надо но подросток получил свои 30 серебряников в общем-то нормально не но в общем ладно это это ладно это их дела и и здесь здесь да здесь это еще куда не шло в общем-то и и подростковую психологию тоже можно понять и в общем-то чуть 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 да я может меня загнула но меня просто под впечатлением всего интервью вот так бомбит понимаете я уже начинаю вот какие-то моменты которые ну в общем-то житейские такие простые да ну а почему бы и нет да действительно подпала под харизму такого человека да это можно понять но я не понимаю другого давайте посмотрим а сейчас поехала бы выступать перед российской армии я тебе так скажу я трусиха я можно признаюсь честная трусиха я когда уезжала так все-таки трусиха или горделивая там чувиха как она только что выразила знаете перескакивание то я такая девочка девочка дата то я прям вот вот зуб пацана до начала спецоперации я была в новороссийске и мы окольными путями же не вылетали мы ехали я когда увидела я увидел сколько тех я прямо своими глазами видела когда техника туда шла все а вот это и она так долго это столько всего это так прям ну это истах это страшно и мощно и это это зрелище конечно вот а вот это вот ребят меня больше всего убила вы понимаете что эта техника ехала убивать таких же людей любящих друг друга любимых как она ее семья она об этом не подумала она увидела технику и и и это впечатлило да но и и это не переубедила не период она не задумалась над тем что эта техника едет убивать она эта техника едет ну вот разровнять или проехаться по таким же как у нее благоустроенным участкам вы вот посмотрите интервью там такой участочек хороший все замечательно все ухоженные наверняка на цветочки там сажала или там какие-то ну то есть эта техника едет уничтожать такие участки едет разрушать такие же идеальные дома как у нее она не задумалась над этим когда она видела эту технику да она с ужасом а потом вот таким извиняющимся тоном ну да ну да то есть вот это бах и захлопнулась да вот 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 этот участок совести бах и нет его да и она не не думает о том что вот она живет в своем вот такому классном доме и слава богу молодец заработала тут у меня претензий нет но вот представьте придет какой-то такой же вот на технике и и она схватит там своего кота или там своего ребенка и через всю страну будет убегать как вот у меня подписчики некоторые мне пишут да она возьмет то что сможет унести вот эти картины которые она показывала она оставит и это может уничтожиться да вот то что ей дорого какие-то мелочи которые она нам показывала да вот это все будет уничтожено она не подумала об этом не поставила вот каждый кто поддерживает спецоперацию ребята поставьте себя на место простых украинцев у которых нет вот таких накоплений которые наверняка у нее есть даже если она сейчас все это побросает она переедет другое место и нормально там будет жить но она даже не подумала поставить себя на место простой учительницы украинской или не знаю там простого человека которому пришлось просто взять семью в охапку и и какие там истории рассказывают там страшно а кто остался кто не смог выехать она об этом не думает ребята вот они зомби я я в шоке я я просто знаете вот меня бомбит я ни в коем случае не хочу разжигать вот я сейчас высказала свои эмоции да я понимаю что может быть слишком слишком я остро реагирую не вернее не реагирую острос слишком остро высказываю реагирую я еще острее у меня в душе просто такой огонь у меня в душе такое вообще происходит я если бы я это все это это страшно это это чудовищно когда люди просто жили да вот пришла вот эта страшная техника которую она видела да и и просто уничтожила всю жизнь людей вот это чудовищно это просто страшно я не знаю как это передать это вот просто включите мозги включить эмпатию и попробуйте это представить вот и все не могу не могу я это спокойно но я надеялась я надеялась что она меня хоть в чем-то убедит но я я не могу это принять ребята у меня просто слезы наворачиваются на глаза как можно быть такой бездушной как можно быть такой пустой вот просто но смотрите смотрите какая она милосердная давайте посмотрим а вот нельзя ли подстрелить кабана там это что-то там с оружием игра скажите а можно это вы бы что хотели на новый год спросил он у меня я думаю ну во первых это как-то неудобно что значит я говорю внутренний голос мне орал конечно квартира в ялте но я решила что надо это а я говорю вот я беременность скажите я могу рассчитывать на ваше честное слово что вы исполните мою просьбу конечно давайте бы мы кабана этого помилуем больше принципе мне ничего не надо ох да вот такой вот мы были ящик линию сейчас бы помиловал да отменилось все вообще все отменила охоту янукова ну я не завязала бы это охотой но там был момент такой все таки там из-за ночного традиции вот он же любит вот это вот все я хочу стрелять да я говорю а вот можно мне в моем присутствии в новогоднюю эту ночь отменить вот это все все отменили вообще все тихо все спокойно все замечательно сейчас бы я взяла квартиру ну что есть чем в жизни гордиться кабана спасла да в общем-то действительно милосердие в кубе квадрате абсолюте просто да следующие здесь вообще с такими друзьями врагов не надо вот что касается путина вообще браво я знаю еще такой инсайт что ты выступала и у другого президента у путина в геленджике никогда в жизни геленджике не выступала не было это неправда нет 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 и смотрите как интересно самого начала не отрицает что во что у путина есть там дворец да ну то есть вот как то так и не было вот этого удивления это первый момент а второй момент эмоции мало замерла и сразу идет отрицать моментально сразу стала отрицать то есть не задумавшись вот это вот еще один признак того что она говорит неправду дальше я тебе больше могу сказать видите потом поняла что реакцию дала нету и смотрите какая дальше ну начинает уже соображать да ну то есть с ее мышлением инфузории туфельки конечно все равно там не ну ладно побольше мышления это уж я совсем загнула а так вот сообразила что как-то по-другому надо да и уже смех как защита пошла да и думает что что же сказать мы будем дальше будем дальше врать до ксения вообще вот ее улыбка это просто класс да такая садистская такая вот прям улыбочка ну я я тебе дала и смотрите дальше смотрит вниз выставила лоб смех сжалась и дальше что она говорит это не его дворец да ты что говоришь такое ты зачем это обсуждаешь да и сама спалила все нафиг вообще было там ну рядышком было но не его ну не смотрите плечами пожимает вина глаза в пол выставила лоб то есть знаете вот это вот отрицание того что на самом деле это правда но надо говорить по-другому да и и вот это вот если бы она действительно знала что это не его дворец она бы сейчас возмутилась она бы сейчас на ксению напала и сказала ну а почему ты сейчас такой бред говоришь да вот ну давай ну так а ну то есть она бы пошла в наступлении если бы это было правдой но здесь идет как раз вот не наступление а как подавленность да она опустила голову выставила лоб то есть упрямо настаивать на своей точке ну как бы на своей точке зрения но при этом понимает что вот надо уходить с этой темы извиняюсь у меня тут азан включился но я уже не могу прерваться я уже начала что называется да поэтому придется потерпеть и надеюсь он не сильно слышен а с выставленным лбом с виноватой улыбкой вот так вот не доказывают свою правоту если действительно считают что правы правы да поэтому вот здесь вот сразу имейте в виду что вам пытаются внушить неправду и вот и же знаешь что него ну не его же он ну ты еще скажи что ты не знаешь скажи что ты не знаешь что надо говорить вот-вот-вот как это звучит это не владимира владимировича путина вот это чуди смотрите удлиняет его имя владимира владимировича то есть когда человек говорит неправду он старается подольше ну вот факт лжи подольше не произносить и поэтому вот эти вот дополнительные какие-то элементы дополнительные рюши фраза а ну и уже собралась пошла в наступлении красиво вы постройка золоте в саливу и смотрите вот это вот переход на разговор как бы знаете вот с каким-то акцентом это опять пудрит мозги понимаете вот когда с вами начинают шутить на на ровном месте да где это неуместно совершенно вот здесь это к чему к чему вот этот акцент ну то есть неуместные шуточки они тоже говорят о том что человек находится в стрессе человек хочет вас увести от опасной темы и соответственно начинают всякими такими вот танцами с бубном вас куда-то отвлечь но не отвлекайтесь чуть-чуть другие люди выступал других людей в жизни там не стало просто и сюда оказывает друзьями подъехала мне показали вот и все то есть чуть-чуть другие люди понятно что это ну просто оформлено нас на других людей господи конечно имея таких друзей врагов не надо вот она полностью спалила это все теперь я точно знаю что не ну я в общем-то и раньше по тому чтобы мы делали разбор и там было видно что все это шито белыми нитками но сейчас я убедилась в том что там мы сделали правильный вывод вывод а дальше ну вот по поводу еще одной встречи с путиным там смотри там речь шла о том что дача путина где был янукович где они были вдвоем ты выступала перед ними двумя смотрите как усиленно разыгрывает удивление да но вот фишка в том что удивление это та эмоция которая очень быстро проходит а когда она вот так вот замедляется и задерживается на лице то знаете что вам врут и сейчас вот так изображает такое удивление такой ужас да что вы да да как вы такое подумали да и слишком быстро уже она даже не не задумалась да вот она сразу так бак включила услышала фамилию и сразу нет нет что вы вот это вот вранье сразу напрягла подбородок отклонилась да вот не умеет она врать мы не умеет как не она пытается она старается манипулировать она очень хорошо пытается даже где она там училась да вот актерскому мастерству и так далее в общем то ну вот в песнях она очень хорошо играет да действительно но сейчас я уже смотря вот на это все я понимаю что там в этих песнях если вот вот эта пустота да то как-то разочарована на ну ладно давайте дальше это это как это неправда никогда в жизни все вопросы больше я на всякий случай туда посмотрела может я зову это за меня просто это интервью пьяный было не помню да не менее не больного него а вот смотрите как она с радостью уходит с этой темы ксения говорит ну ладно все не будет больше этого вопроса и смотрите какое расслабление вот еще по этому вы можете понять что вам пудрили мозги то есть а вот на опасной территории человек сжался да он старается как только вы эту тему завершили он у него пошло облегчение он расслабился ну да она отсаживается и дальше вот слушайте из карельских лесов не в карелии я часто бываю я вообще когда в мурманск еду так по-любому я же оттуда хорошо давай видите какой выдох облегчение и довольное лицо да вот вот она расслабилась отсела расслабилась но хорошо ладно да заболтала немножко за запудрила мозги и думает что все да говнецо лежала до салфеточками прикрыла да и в общем-то все нормально да врать она совершенно не умеет и вот столько проколов ну просто когда чтобы закупил на встрече друзей владимир владимировича вступала так ну и смотрите как интересно то есть она говорит о том что она не была на даче путина давал на валдае или как она но вот еще встреча друзей а когда он собирается с одноклассниками со своими вот там такой более официально нет это вот так как домашние ну вот сколько 20 человек 30 человек по моему 30 до новогарева или где я не знаю где-то в просковеевка да или где это было под москвой а под москвой новогарева значит да это было под моем или на валдае я не помню полна валда это было но если что карельские леса это и есть валдай только что она отрицала что она была на даче путина в карельских лесах да потом говорит что выступала передан перед одноклассниками на валдае то есть запуталась еще во всем да ну да то есть себе таких друзей врагов совсем не надо дальше а по поводу моргенштерна меня просто знаете удивила она с хорошей стороны посмотрим хорошо ну нафиг это в это ну скажи почему мы перестали уметь говорить что плохо это плохо почему если мы думаем вот искал мне стало интересно ты филосу наверняка и гитлера читала и философию вы все выступления как журналист вот тебе миллионы пошли но мы об этом тоже поговорим да да но получается все таки гитлера она читала да но параллель не туда повела не про моргенштерна моргенштерн это детский сад по сравнению с ее покровителями вообще конечно я поражена почему она делает такие выводы причем смотрите моргенштерн плохо фу кака да но все-таки есть кто-то кто хороший по сравнению с моргенштерном я просто знаете вот эти вот двойные тройные стандарты куда захочу здравый смысл туда и отведу на это просто браво и вернемся вот к тому что твой ребенок параллель об этом я говорю вот интересен гитлер интересен моргенштерн я не сравниваю их очень многие артисты нашего шоу-бизнеса они занимаются не никакой не искусством и никаким они там неважно пошло-то мне пошло они занимаются зарабатывание денег а для того что заработать денег они находят и ищут свои формы вот и все кто-то вот в голом состоянии кто-то мат 25-этажный не по делу кстати потому что у меня по делу мата току шнура и ума тут очень много и не очень нравится все-таки шнур это хороший до хороший певец и мату шнура просто браво нравится да очень нравится то что там по делу но только детям и я даже один раз сказала он моргенштерна просто не по делу а уж нора по деда там по делу то что называет маром какие-то вещи обрет тогда нормально если по делу правильно я понимаю ну и перебор но папа мой всегда говорил запомни доченька если ты чего-то не понимаешь это не значит что это плохо вначале узнай вот как ты правильно сказал ты вначале узнай покопайся посмотри там поизучай если тебе это надо а потом уже говори плохо хорошо но тем не менее маргенштерном она провела параллель с гитлером да а шнур это классно да по делу действительно ну конечно потому что шнур сейчас заполи за эту операцию а маргенштерн уехал и говорит то что действительно думает да ну хорошая логика в общем-то нормальная логика главное хорошо с этой логикой до концерты не отменяют главное корм от кормушки не не уводят вот и и все в общем-то значит по делу да да по поводу национализма вообще просто знаете я просто в шоке было сколько национализма в ней я все восемь лет пела украинские песни и всегда говорила я пою украинские песни покажите мне украинскую певица который горланит русский игра я могу поэтому я всегда за дружбу народов и не говорят о за дружбу народов при этом нас дрюк прикрываем и с презрением про украинские ну ладно я понимаю там очень много каких-то внутренних зажимов да и вот это вот презрение в отношении украины сейчас очень востребовано понимаете и плюс конечно же надо самоутверждаться да и поэтому презрение там все нормально еще раз говорю в мама журавель это было вид я сейчас хочу чтобы это прозвучало что я не против украинцев о как не против смотрите вот можно сделать мне было больно в жизни вот это один из тех предателей который это сделал я русская у меня можно воровать а он кто был наверное другой нацию скукали вот этот предатель он потом объяснил тем что она русская у нее можно воровать и вот понимаете у него вот это вот национализм за то что я русская да вот это прям красной нитью и и вы знаете я заметила вот все вот эти зомби которые у меня в комментариях выплескивают все свое всю свою поддержку этой спецоперации они считают что русские это просто сверх великая нация ребят это у вас гордыня взыграла вам эту гордыню просто очень долго культивировали если вы нормально адекватно посмотрите и даже сравнивать сравните себя с другими национальностями вы не найдете больших отличий кроме вот этой раздутой гордыни которую вам продолжают вдувать в уши вот и все следующие по поводу галкина давайте посмотрим слушай а вот максим галкин и его обращение ты видела нет даже врать не буду не стала смотреть я могла тебе знаешь что сказать начале мы не говорим чтобы вообще полида я бы поэтому я тебе ответила как есть нашим и вашим я не буду на галкина даже смотреть не стала действительно надо беречь свой внутренний мир да действительно зачем зачем переживать да когда ты видишь технику зачем сопоставлять 2 плюс 2 и решать что это 4 да пусть это будет 5 да за зато жить спокойней правда ведь и и что касается политики да действительно лучше бы она не говорила о политике потому что для меня она просто уничтожила себя вот в моих глазах я больше не хочу идет песни слышать и ее саму мерзко очень мерзко вот вот просто знаете на меня разрывает от того что вот такой бред можно нести с умным видом это просто от ас но надеюсь все таки что там еще не все потеряно что она задумается и поймет но ну ладно каждый из нас сам делает свою карму да а теперь вот там прозвучало еще немножко да кстати вот по поводу пугачёва я вам очень рекомендую это интервью пересмотреть потому что там знаете ксения пыталась донести и мысль вот сравнение ее с пугачёвой и она так и не поняла вот понимаете она настолько думает что она такая великая да и типа я это я пугачёва это пугачёва она не поняла той мысли которую несла ксения вот если вы поймете я надеюсь что вы все таки ну поймете о чем я очень тонко ксения и и и в этом не опустила просто поставила на место ну по крайней мере в моих глазах знаете мне очень напомнила все это интервью помните татушки вот юля волкова про политику стала что-то размышлять и ксения и и вот этим вопросом про закон димы яковлева просто знаете уничтожила это с умным видом показала свою полнейшую безграмотность вот здесь вот все это интервью было вот примерно в этом же духе поэтому я вам очень рекомендую это пересмотреть еще один вопрос там был затронут по поводу имени елена ваенга так как она появилась оказывается там она подписала с дуру договор который потом получается что не был не осуществлен да но пришлось менять имя да но смотрите как интересно получается вот если она хрулева было бы да и вот буква йо то у нее замечательные характеристики даже мастер число вот в экспрессии да кто у меня на на нумерологии вы понимаете о чем я говорю кто еще не на нумерологии пожалуйста под видео ссылочка называется совместимости и в скобочках нумерология там не обязательно про совместимость а просто вот если вы хотите например поменять фамилию имя отчество сейчас есть немножко подвину потому что сейчас секунду я совсем запуталась в окнах да так вот если вам интересно вот вы понимаете что вам надо поменять например имя ну вот что-то не ладится до или вы поменяли фамилию например и пошло все не так вот вы можете посмотреть с помощью нумерологии потому что вот эти все изменения они очень четко отражаются при перемене вот она через йода фамилия хрулева через букву йо здесь смотрите какие классные характеристики но вот единственная жизненный путь семерка и кармическая 16 вот я всегда говорю что это проблема возможно в личной жизни да кстати вот у нее скорее всего эти проблемы были она все-таки их преодолела и все-таки она с этим но так как у нее сейчас в личной жизни все нормально все-таки она разобралась в этом и благодаря вот этому жизненному опыту и и песни так вот хорошо воспринимаются да потому что мы все обжигались на отношениях и когда мы слышим ну вот ее песни они как раз вот про это да и поэтому так хорошо заходит когда мы слышим человека который пострадал до в отношениях то нам очень хорошо ее понять да и вот вот этот образ она дальше продолжает его усиливать да вот это эмоции печали но актриса это понятно что актриса перед нами в общем-то не было по на актрисой мы бы ее так не любили а адам и вот жизненный путь кармическая 16 она посмотрите еще и ну во первых это никуда не денется как бы она не меняла фамилию а во вторых кармическая 16 это про то что человек настолько дотошно докапывается до самой глубины вот все-таки в профессиональном плане нужно отдать ей должное что человек работал над собой она пошла в театральная да она вот старалась ну и поэтому она вот такой продукт сделала очень качественный да и потому что это действительно залетает в душу поэтому вот через вот эту глубину до которая в общем-то через проблемы через какие-то сложности она достучи достучалась до наших сердец да и вот понимаете если бы не было может быть этой кармической штуки и ее проблем в личной жизни то может быть она не достучалась бы на нас так так же да как ну как мы видим сейчас поэтому вот этот тот случай когда кармическая цифра она в пользу и вообще в принципе вот я когда наблюдаю за людьми за известными интересными людьми у них чаще всего как раз есть кармические цифры а там где нет кармических у человека все слишком спокойно и там но не за что зацепиться нет этой буре страстей неинтересно смотреть вот поэтому если у вас кармические цифры попадаются не паникуйте все нормально это возможности где-то себя воспитать возможность вырасти над самим собой то это классно да но здесь опять таки экспрессия очень удобное сочетание самое классное место где может быть мастер число это как раз в экспрессии это набор инструментов которыми человек может оперировать да и вот здесь у нас мастер число то есть все таки она очень хорошо вот ну вот это сочетание хрулева до через и очень классное сочетание здесь и желание зарабатывать деньги и артистичность и в социуме хорошо себя позиционирует то есть здесь все классно смотрите получается но в документах же часто вот эту ее меняют на е и здесь у нас выходит что ну вот человека с фамилией хрулев хрулева да она всегда находит себе проблемы на пятую точку да и доблестно их преодолевает то есть здесь уже появляется желание находить себе проблемы но вот с этим сочетанием ей вообще в личной жизни явно не везло а теперь смотрите вот когда она стала ваингой она стала просто трудоголиком просто бешеным трудоголиком появилась тяга быть свободной да вот продвижение своего имени вот это вот как раз и есть своеобразная свобода да вот то есть она не под ну не с кем-то да в группе там а вот именно вот как личность вот она уже заиграла дак как личность свободная вот здесь вот пошло уже желание именно себя показать да и быть при этом свободной и получается вот эту фамилию она взяла как раз для того чтобы быть свободной от договора который она подписала не думая даст этим с продюсерским центром получается по сути она себя освободила и здесь она уже пошла в свободное плавание смотрите как классно все сочетается экспрессии девяточка появилась то есть появилась возможность работать с социумом да то есть нашлись хорошие покровители да мы об этом слышим которые как раз вот через социум через пожарников через мчс а девятка она как раз про военных про госслужбу про все вот это то есть получается она зашла с этой стороны да здесь вот как раз это в экспрессию попала трудоголик вот опять повторяю действительно это человек который очень много работал да это что она заработала браво молодец заслужила тут тут вот с профессиональной точки зрения вот у меня вообще к ней нет претензий и вообще я даже как в восторге от того что человек вот так вот ну она действительно как бы песни у нее хорошие да вот они правят там женщин про все и хорошо на их доносит но вот я разочаровалась в содержании этого носителя это мое человеческое такое вот мнение которое не обязательно вам всем как принимать да но смотрите вот псевдоним тоже елена ваенга очень хорошо в плане зарабатывания денег вибрирует да вот восьмерочка то есть она всегда будет при деньгах поэтому в принципе даже если приедут танки на ее территорию она спокойненько переедет в другом месте будет нормально зарабатывать в общем то ей этого бояться не надо просто я призываю ее иметь побольше эмпатии к людям которые оказались в этой ситуации да и выключить немножко своего национализма которого очень много я увидела в ее словах да а так в общем то человек неплохой наверное особенно семью свою любит да как бы ну и вообще-то чуть-чуть я служу да я уже все высказала я уже освободилась меня побомбила конечно но что поделать вот такая я эмоциональная адам в общем пишите свое мнение под этим видео я понимаю что мнение ваши тоже разделятся я понимаю что будет много хейта ну что делать я привыкла адам я тем не менее высказала свою точку зрения и желаю вам хорошего продолжения дня или вечера или когда вы будете это смотреть но если вам видео понравилось поставьте лайк если не понравилось дизлайк напишите в комментарии что вы вообще по этому поводу думаете да и по поводу моего как меня бомбила я еще раз извиняюсь за то что так много эмоций но но просто понимаете вот у меня вот такой у меня взгляд я не могу спокойно смотреть на разрушенные города я не могу смотреть как уничтожили мариуполь харьков как вот эти буча как на краматорск падает бомба и говорят что они сами себя бомбят это полный бред понимаете это такой абсурд и как можно этому верить когда люди действительно вот даже сама елена ваенга сказала что если ко мне придут убивать я буду защищать себя да а почему когда украинцы себя защищают по телевизору я там какой-то фрагмент ведущий эти мрази да вот в азов стали какие они мрази они нормальные люди они защищают свою землю если что да в общем вот эти двойные и тройные стандарты конечно сейчас я посмотрела на среднестатистический портрет зомби я разочарована в этом плане но с другой стороны я хотя бы поняла как они мыслят да в общем желаю вам хорошего продолжения дня вечера утра там не знаю чего угодно люблю вас очень сильно невзирая на мои эмоции пока пока до новых встреч